Бердская городская общественная палата 4-го созыва официально приступила к своей работе. В палату нового созыва вошел 61 представитель общественных организаций и объединений нашего города. Общественная палата города Бердская – это очень значимый орган, который помогает жителям нашего города решать вопросы, возникающие у них в повседневной жизни. Мы как раз служим тем связующим звеном между жителями и администрацией нашего города и иными структурами, которые обеспечивают жизнедеятельность нашего населения. Помогаем найти ответы на те вопросы, которые возникают, и жители порой не знают, куда обратиться. Бердская городская общественная палата уникальна. На территории Новосибирской области она единственная среди всех муниципальных образований. Есть всего два таких объединения – региональная общественная палата и в городе Бердске. Даже Новосибирск все никак не решится создать у себя такой важный общественный инструмент. Поздравить с началом работы и пожелать дальнейших успехов на пленарное заседание приехала заместитель председателя Общественной палаты Новосибирской области Светлана Тарасова, отметив важную роль в жизни города такого объединения. Бердская городская общественная палата – это не просто собрание активистов города, но и структура, прошедшая официальную регистрацию. Она создана по инициативе Совета депутатов города Бердска, и каждый новый состав обязательно утверждается на депутатской сессии. Я думаю, сейчас вам предстоит изменить принцип работы Общественной палаты, скорее всего, потому что 40% изменений говорит о том, что задачи, которые поменяются, сейчас могут засучить рукава совместно с администрацией, совместно с депутатским корпусом, решать проблемы во благо нашего города. Основной задачей прошедшего 27 июня первого пленарного заседания стало формирование руководящих органов. И самым важным и ответственным вопросом стало избрание председателя палаты. На протяжении всех трех созывов ее члены доверяли эту ответственную должность Марине Щербеневой. И в этот раз на голосование была вынесена только одна кандидатура, которую поддерживали на пост первого лица палаты и в прежних созывах. Можно, наверное, каждому из вас рассказать и в общественной работе, наверное, у каждого из вас, по крайней мере, из тех коллег, с которыми я работаю, 6-10 лет уже в Берско-городской общественной палаты, у каждого такой же будет общественный. Единогласно после голосования члены палаты вновь доверили пост председателя Марине Щербеневой, человеку, неоднократно подтверждающего своего права быть лидером общественной жизни нашего города. Состав палаты довольно сильно изменился. Порядка 40% – новые члены, среди которых немало молодых. Помощь и развитие города Берска, потому что Берска растет, развивается. Общественная палата высказывает свое мнение, которое администрация прислушивается и, думаю, будет меняться все это. Город будет меняться. Общественная палата – это сообщество единомышленников, которое позволяет реализовывать различные проекты, которые мы не могли бы реализовать поодиночке или, скажем так, в рамках депутатских полномочий. Общественная палата – это очень хороший механизм помощи депутатам. Он, собственно, создан, в том числе при участии Совета депутатов города, и является, ну скажем так, нашим, с одной стороны, контрольным органом, который может нам дать обратную связь, понимание того, правильно мы что-то делаем, неправильно мы что-то делаем, а с другой стороны, может нас подвигнуть, показать нам какие-то места, которые мы можем не понимать или не знать, потому что общественная палата – это все-таки сообщество общественных организаций, каждый занимается чем-то своим конкретным, и мы можем просто, ну скажем так, ввиду некоторой узости мышления не видеть того, что видят они. Поэтому общественная палата – это нужный, необходимый нашему обществу инструмент. Палата избрана на три года и уже в ближайшие дни приступит к своей работе. Планов и задач видится немало, и главное – есть желание и силы работать на благо родного города.